Судьбоносный разговор, сформировавший путь Судьбоносный разговор, сформировавший путь Одни мечтают об учебе в военном вузе с самого детства, а другие принимают решение поступать едва ли не в последний момент. Наш сегодняшний герой Ефрейтор Антон Козенкин. В следующем июне он завершит обучение в прославленном военном институте физической культуры в Санкт-Петербурге. Вплоть до 11 класса у сегодняшнего курсанта не было намерений связывать свою жизнь с военной службой. Антон к моменту окончания школы уже целое десятилетие профессионально занимался спортивным ориентированием, добился немалых высот в этом сложном, но интересном виде спорта, где, помимо физических навыков и выносливости, требуется еще и смекалка, и интуиция, и возможность быстрого оперирования большим объемом данных. Все изменил один разговор со старшим товарищем, который уже учился на первом курсе ВИФК. Если бы в старших классах школы мне сказали, что я буду учиться в военном институте физической культуры, начал свой рассказ Ефрейтор Козенкин, я бы попросту не поверил. О существовании такого учебного заведения узнал только в 11 классе. Антон занимался спортивным ориентированием со 6 лет, еще до того, как пошел в школу. Его отец сам увлекался этим видом спорта, поэтому выбор сына был предопределен. Дмитрий Владимирович стал его первым наставником. В свое время он окончил Пермское военное авиационно-техническое училище и служил на одном из аэродромов в Ленинградской области, однако к моменту рождения Антона уже уволился из армии. Сын же стал добиваться успехов в ориентировании. Сначала на детском уровне, а затем и на юношеском. В своей возрастной категории выиграл первенство Европы в Португалии в 2013 году. Спортивное ориентирование включает в себя три основные специализации. Летнее, где необходим бег по пересеченной местности, зимнее на лыжах, и велосипедное, поясняет собеседник. До 15 лет совмещал все эти три направления, а затем настало время определиться, на чем сосредоточиться в первую очередь. Я остановился на летнем. По его словам, зимнее ориентирование вызывало у него меньший интерес. Максимальный результат, которого добивался будущий эфрейтор Козенкин зимой, было шестое место на первенстве Европы в Эстонии. Основа ориентирования на лыжах – это доскональное запоминание маршрута и поворотов на трассе, а также лыжная подготовка, уточняет он, замечая, что в летнем варианте больше сложностей, связанных и с ландшафтом местности, и с его рельефом. И эти объективные трудности, с которыми приходилось сталкиваться на тренировках и соревнованиях, совсем не пугали его, а напротив, мотивировали на новые свершения. «В зимнем ориентировании, если так можно выразиться, голова работает меньше, чем в летнем», продолжает Антон. «В картах летнего ориентирования гораздо больше разновидностей и условных знаков, которые ты должен представлять в своем воображении и интерпретировать на местности. Этим летние соревнования мне и нравились. Зимнее мне виделось слишком простым». Одним из тренеров его был известный армейский ориентировщик, заслуженный мастер спорта России Эдуард Хренников, 14-кратный чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы и 8-кратный победитель всемирных зимних военных игр, 2010, 2013 и 2017 годов. Чем старше становился Антон, тем меньше времени проводил дома. Сборы, тренировки, турниры на это тратилось большое количество времени. Родители не видели меня неделями. Приезжал со сборов, приходил в школу, сдавал учителям пропущенные темы, и снова уезжал, вспоминает он. Итогом такого интенсивного режима становились спортивные звания. Ай, взрослый разряд, а затем и кандидат в мастера спорта России. В 11-м классе на Кубке России им был выполнен норматив для присвоения мастера спорта. Примерно в этот момент на моем горизонте появился военный институт физической культуры, говорит Ефрей Таркозенкин. В декабре 2014 года я встретился со своим товарищем, тоже ориентировщиком. В то лето он поступил в ВИФК, и когда зашел разговор о том, что здесь есть все условия и для полноценной учебы и тренировок, мне вдруг тоже захотелось стать курсантом этого вуза. В запасе у Антона было чуть больше трех месяцев. Он все взвесил и четко определил цель поступить в этот уникальный вуз. Впрочем, была еще одна немаловажная причина, побудившая его к такому решению. Лучшая школа летнего ориентирования находится именно здесь, в Санкт-Петербурге и его окрестностях, признается собеседник. Такого широкого диапазона трасс, сочетающих множество особенностей рельефа, природных зон, покрытия, не встретишь в нашей стране, пожалуй, больше нигде. Уезжал он в город на Неве в уверенности, что к моменту поступления у него на руках будет удостоверение мастера спорта России. Однако, успешно сдав экзамены и примирив курсантскую форму, Антон осознал, что из-за бюрократических проволочек ему предстоит заново выполнять норматив мастера. То ли документы в Министерство спорта не дошли из Перми, то ли их вообще в столицу даже не отправляли, но мне пришлось опровергнуть постулат Гераклита Ефесского и войти в одну реку дважды, иронично замечает ефрейтор Козенкин. Такая возможность представилась ему только на втором курсе слишком уж высокая конкуренция в ВИВК. Сразу пробиться в институтскую команду для участия в статусных соревнованиях, где присваиваются столь высокие звания, ему не удалось. Зато потом один успех стал следовать за другим. Сходу выиграл состязание в Геленджике, затем в Москве и уже на третьем турнире, во Владимире, добился поставленной цели, завоевав звание мастера спорта, вспоминает Антон. Спустя некоторое время заветная корочка и нагрудный знак были в его руках. Но этот результат нисколько не сбавил настроя курсанта. Снова и снова он покорял одну вершину за другой. На третьем курсе его ждало настоящее приключение. В составе сборной вооруженных сил России ему посчастливилось участвовать в экстремальных соревнованиях в Мексике. Нашей команде, преодолевавшей суточную дистанцию в условиях мексиканских кордилер, требовался ориентировщик. 24 часа изнурительного марша, 25 килограммов за спиной, около 2500 метров над уровнем моря и невыносимая жара. Такое и запоминается на всю жизнь, рассказывает собеседник. А еще он несколько раз ездил в Хакасию и Красноярский край, на состязания по альпинизму «Саянский марш». Только уже в качестве судье. По словам ефрейтора Казенкина, это тоже был бесценный опыт, который наверняка ему пригодится в офицерской службе. В таком ритме Антон успевает и отлично учится. Он один из трех пятикурсников, претендующих на получение медали за отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации. Тема его выпускной квалификационной работы – совершенствование методики профессиональной подготовки курсантов высших военных учебных заведений с средствами спортивного ориентирования. «Хотелось бы связать свое будущее с военной педагогикой», – признается он. «На старших курсах осознал, что меня тянет к преподавательской, тренерской деятельности. Как в свое время в меня вкладывали душу мои наставники, так и сейчас настает пора самому передавать знания более молодому поколению». В октябре он проходил практику как преподаватель в Нахимовском военно-морском училище. Сейчас в самом разгаре войсковая стажировка в качестве начальника физической подготовки в одной из частей Балтийского флота. А уже после Нового года заключительная практика в должности преподавателя кафедры физической подготовки одного из военных вузов Санкт-Петербург и ВИФК стали для него вторым домом. Но всего через семь месяцев выпуск, которого он и его товарищи ждут и с волнением, и с грустью. Годы учебы в Военном институте физической культуры – это лучшее время жизни. Нам об этом еще на первом курсе говорили офицеры. Поэтому, помимо учебы и спорта, я успевал ходить по многочисленным музеям и театрам Санкт-Петербурга. Кто знает, будет ли у нас в будущем такая возможность прикоснуться к культурному наследию великого города, заключает Ефрей Тарантон Козенкин. Леонид Хайремдинов – красная звезда фотоавтора и пресс-центра ЦСКА Санкт-Петербург.